Победительно просим вас не пользоваться пиротехническими средствами. С уважением относитесь к участникам матча, арбитрам и зрителям, среди которых находятся дети, женщины и люди пожилого возраста. Спасибо. Здравствуйте на НТВ+. Большой футбол сборной России сегодня продолжает свою отборочную кампанию к чемпионату мира 2010. И сегодня в Лужниках встречается со сборной Азербайджана. Гусхидинг на ваших экранах, в рейс-тренерский штаб нашей команды. Понятное волнение, потому что давненько сборной не собирался. И сейчас вам только предстоит понять, в какой форме находятся наши футболисты. Хотя, я думаю, что Гусхидинг и Александр Бурадюк, а также Игорь Корнеев по тем тренировкам, прямо скажем, не с самого большого количества, уже, наверное, осознали, каким должен быть стартовый состав на эту встречу. И вот кого Гусхидинг отправляет в основу. Итак, Игорь Кольфеев в воротах, первый номер, Александр Анюков, второй, Сергей Игнашевич, четвертый, Василий Березуцкий, пятый номер, Игорь Денисов, седьмой, восьмой, Игорь Семшов, Роман Полюченко, номер девять, Андрей Аршавин, десятый номер, Сергей Семак, номер одиннадцать, Константин Зырянов, номер семнадцать, и восемнадцатый номер у Юрия Жиркова. Словом, все сильнейшие на поле. Давайте сразу же и по резерву. Так, на всякий пожарный. Габулов, Сычев, Березуцкий, Алексей, Алан Загоев, Павел Погребняк, Деньяр Белединов и Иван Саенко. Владимир Никитич Маслаченко работает на этом поединке в Лужниках, но вот мы сейчас пытаемся наладить с ним связь, а пока следим за первой опасной атакой сборной Азербайджана. Два в два она выходит в своей завершающей стадии, но и вот этот вынос мяча позволяет нам быстренько пробежаться по составу наших гостей. Фархан Велиев под первым номером галкейпера азербайджанской команды, Раил Меликов, номер два, Саша Юнисаглу, номер три, Майер Шукюров, четвертый номер, Эльмар Бахшиев, номер шесть, Джамшит Магерамов, восьмой, номер, Самир Абасов, номер девять, Бронемир Субошич, десятый, Рашад Садыгов, номер четырнадцать, Рамим, номер семнадцать и Вюгар Надиров, номер восемнадцать. Берти Фокс, которого показали, главный тренер команды Азербайджан. Ну вот, никогда с этой командой не работал специалист такого уровня. Ну и пока, надо сказать, что дела у азербайджанцев идут ни шатка, ни валка. В нашей отборочной группе Азербайджан находится на пятой позиции в трех матчах. Эта команда однажды сыграла в ничью и дважды проиграла. Таким образом, всего лишь одну очку Азербайджан набрал. Ну а расстановку, связанную со сборной России и Германии, я думаю, что вы уже выучили за эту неделю. В течение недели весь наш глядь, конечно, был прикован к нашей команде. На четыре очка мы отстаем от немцев. Ну вот еще у нас игра в запасе. Вот как раз сегодня мы вполне можем по количеству проведенных матчей, ну и должны сравняться со сборной Германии. Последим за эти первыми минутами, ведь они очень важны в определении характера поединка. Россияне пытаются пока вот наладить контроль за мячом, и вроде как удается это сделать. Но обратите внимание на то, что азербайджанцы довольно высоко уже начинают встречать нашу команду. И потому здесь коротким пасом особо-то не поиграешь. Только с защитником, что сейчас Василий Березуцкий и делает. Анюков побежал по своей бровке. Игнашевич. Недалеко Жирков. Мы привыкли, что он играет на позиции защитника. Длинная передача. Андреашавин чуть впереди Жиркова. А вот здесь первый опасный момент. Андреашавин ходит с мячом. Штрафной удар! Хороший вариант. Все здесь было на индивидуальном мастерстве форварда лондонского арсенала сделано. Посмотрите, как здорово он убирает Сашу Юнисаглу и бьет поворотом. Фархан Вилеев был в том месте, в котором должен был находиться и мяч забрал в руки. Ну, прямо скажем, что у Андрея удар не получился. Таким, каким он, наверное, должен был быть. Арбитры нам показали. Сердж Гюминей из Бельгии. Человек, который пока не работал на матчах подобного ранга. Ну, вот для него тоже сегодня дебют. Студион «Нужелики» заполнен до отказа. Это очень приятно, что на матч с Азербайджаном, я думаю, что пару-тройку лет назад, наверное, мы бы и не говорили о бандшлаге. А вот сейчас на такой поединок уже не достать билетов. Отбор в центре поля. Наши футболисты демонстрируют. Ну, тут вот немножечко заблудился с мячом сейчас Сергей Семак. И хорошо, что Игорь Денисов подстраховал. Денисов на месте опорного полузащитника. Уже в «Зените». Он достаточно давно наигрывается в этой позиции. И так что здесь совершенно объективен, да, выбор Гуса Хидинка. Снова Денисов с мячом. По темным номерам он играет. Очень много споров вокруг новой формы россиян. Ну, вот под цвет кремлевской стены. Так утверждают дизайнеры, да, и фирма-производитель. Все это сделано. Ну, не знаю. Наверное, надо привыкнуть к такой форме. Андрей Ашавин делает забегание на своем фланге. Здесь против него оказывается Джамшит Магирамов. Ну, а дальше поддержал эту атаку Юрий Жирков. Однако не совсем точная передача. И, по-моему, первой главой в этой встрече. Да, действительно, первый стандарт. Естественно, все наши силы туда в штрафную стягиваются. Аршавин. Естественно, ему там особо делать нечего. Разве что только исполнять. Но не его черед. Хорошее, довольно динамичное начало для сборной России. И уже мы создаем опасные моменты. Уже мы создаем стандарты. Я не знаю, стоит ли пересуждать о важности быстрого мяча вот в такой игре. Но многие ожидают, что Азербайджан сегодня упрется, что называется. И будет довольно сложно проходить вот эти оборонительные редуты. Мы понимаем, что Берти Фокс, естественно, испытывает уважение к России. И так вот в открытый футбол, наверное, вряд ли будет играть. Потому даже 0-0, если будет на таблок к концу этого поединка, немецкий наставник будет очень даже рад. А значит, взламывать оборону надо будет с самого начала. И, пожалуй, что вот здесь, чем раньше забьешь мяч, тем больше получишь уверенность по дистанции этого матча. Потери мяча. Рамин там играл. Ну, вот как показывает арбитр, не от него мяч покинул предел. Ну, а вот первый стандарт уже для азербайджанцев на седьмой минуте этого поединка. Ну, должен был Василий Березюцкий вот так вот сыграть, как он сыграл. Похвалим мы нашего защитника. Ну, и отметим Майера Шукюрова, который здорово завертел мяч нашу штрафную. И опять Асада. Я думаю, что на стандарты сегодня очень даже рассчитывает сборная Азербайджана. Так что, я думаю, вот к этому компоненту игры сегодня надо быть очень внимательным. Сейчас Владимир Маслаченко вроде как появился на связи с нашей студией. Я с большим удовольствием передаю ему слово. Ну, такая ситуация. Неков с правой стороны в защите, Игнашевич и Березюцкий в центре обороны. И Жирков тоже исполняет роль защитника левого. Но это все зависит от того, как складывается ситуация. Я думаю, что все-таки Жирков в своем амплуа более интересный игрок в атаке, нежели в обороне. Но игровая дисциплина есть и дисциплины. Поэтому он ее и выполняет и отходит быстро назад при потере мяча. Пас назад Игнашевич пасует Василию Березюцкому. Анюкову противоположна флага. Седьмой номер Игорь Денисов. Переброс мяча здесь на половине поля команды Азербайджана. Те отошли назад, оставив впереди одного парня Субашича Бронемира. И вот перехват мяча гостями. Проход центральной линии по левому флангу. И подача в штрафную. Прыгал Субашич, не добрался до мяча. Мяч покидает поле. И за боковой едут мяч в игру. Наши футболисты. Счет не открыт 0-0. Это прямая трансляция матча сборной России и сборной Азербайджана. Это Субашич, центральный нападающий. Наши владеют мячом на своей половине. Переходят в середину. Жирков потихонечку подкрадывается по левому флангу. С правой стороны там и Анюков подключился к атаке тоже. Пас рано. Еще не готов был к приему мяча Игорь Денисов. И мяч покидает пределы Кова. 0-0. Это Семшов. Значит, ну действия и Семшова, и Жиркова. Они, в общем-то, похожи. Откровенно говорят, потому что они достают по флангам. Так, здесь и Денисов в центре, и Семак. И, в общем-то, вариант разнообразия в атаке явно проглядывает в нашей команде. Правда, я слышал от своих друзей, специалистов, уважаемых людей. Не буду пока начать называть их фамилии. Если вот так бегло взглянуть на состав нашей команды, то нечто-то проглядывает такое, что мы играем от обороны. Ну, это на первый взгляд. Все зависит от того, как мы будем контролировать мяч, как будут участвовать хавбеки в атакующих действиях. Впереди Павличенко, тянутым назад Аршавин. Вот как раз сейчас это все хорошо видно. Это Денисов. И даже Павличенко отошел назад. И штрафной удар в исполнении команды Азербайджана. Счет не открыт. 0-0. 11-я минута. Удар в штрафную. В надежде, что кто-то из партнеров, пробивавший 11-метровый, то есть это мечта, значит, пробивавший штрафной, он сумеет найти и адрес, а кто-то успеет подставить ногу. Паса вне игры не было. Нарушение также считает арбитр этого матча Серж Гьюмини. Субашича толкнули в спину штрафной. Ну, сборная Азербайджана потихонечку так раскачивается. Ну, Дерки Фокс осторожен был в высказываниях относительно этой игры. И ты, правда, бросил сразу такую, что, в общем-то, при нем команда практически не проигрывает. Ну, а спорт и эспорт, и огромное желание у сборной Азербайджана сыграть успешно, не проиграть команде России. Об этом даже, мне кажется, не стоит и поговорить. Но вот то, что накануне этой игры задолго даже очень много было всякого роза на высказывание относительно того, что у нас всего-то на все какие-то там пара игр легких против Азербайджана и Лихтенштейна. И тут мы прогуляемся, заработаем по три очка, шесть всего. Это то, что надо. Вот это мне сразу как-то не по душе, не нравится. Соперника надо во всех случаях уважать. А недооценка приводит иногда к таким гримасам, что потом долго будешь восстанавливать нормальное выражение лица. Ну вот, штрафной удар. Игорь Денисов у мяча. Гусхидинг на ваших экранах. Игнашевич перебрасывается опять с Денисовым мячом. Отошли снова. Все так же по тактике действуют футболисты Азербайджана. Потеряв мяча, тут же откатывается на свою половину. Не очень аккуратно играл парень из Азербайджана в пас со своим партнером. Ошибся, но вот сейчас и нашли. Допустили оплошность и позволяет атаковать сопернику. Тот рискнул на удар. Это Фабио Луис Рамин. Типичный азербайджанский парень, наверное, с Сабунчей. Ну вот. Ну и вот он бил поворотом с дальней дистанции. Считает, что было нарушение правил. А с левой стороны был партнер, а он о нем забыл. А надо было отдать, и тот был в более выгодной позиции. Как в частности Субашич. И опять потеря нашими мяча. Но возвращают быстро. Перепас на своей половине поля. 14-я минута. Опять неточная передача. Мы что-то начинаем порот не по делу совершенно при комбинационной игре. Или попытки ее завязать. Рамин боролся за мяч и помешал сыграть нашему точно. Магерамов отдает в центр обороны. И длинная передача по правому флангу. Рамин туда не побежал. Из-за боковой бросает гости. 0-0 по прежнему. Игнашевич на ваших игралах. Бросок из-за боковой. Еще раз ведут в игру мяч футболисты Азербайджана. У нас впереди Павлюченко. Рядом с ним два защитника центральных. Наверное, достаточно не считает. Тут же удар сразу же вперед туда. Как раз в ту зону, где находился Роман Павлюченко. Павлюченко нарушил правила. Он играл не в мяч, а в корпус сразу. Это было заметно даже отсюда. Из-под козырька, где находится наша комментаторская кабина. О том, что Роман сыграет не по правилам. Но вот надо уже было говорить заранее. Но, по-моему, я успел. Пас назад Акинфеев. Игнашевич выдвигается вперед Аршавин, я вижу. Два центральных нападающих. Аршавин не спеша перемещается. Отскакивает назад. Вот ему пас. Он тут же в одно касание на правый фланг. Туда на дальнего. Там офсайда нет. Попытка подать не удается. Из-за боковой ведут мяч в игру футболистов сборной России. Время летит. В 16 минутах счет неоткрыт. Но минули. Короткий пас. Атакуют наши. Борьба за мяч. Удар от ворот показывает боковой арбитр. И здесь как раз старался обострить игру изо всех сил Симшов. Это отдал ему Анюков. Пас назад. Смотрите еще раз. И падение. Ну, здесь так внешне посмотришь. Но вроде бы нарушение было. Там отчаянная борьба была обоих. И судья не рискнул перед санкцией, скажем, тому или другому. С мячом футболисты сборной России. Задерживают, как мне кажется, даже в стандартных ситуациях вот такого рода. Не следует игру быстро вводить мяч в ближайшему. И предложить, конечно же, темп, темп, темп. Для того, чтобы не успевали, не успевали футболисты Азербайджана возвращаться назад. Возвращаются, они образуют там пару таких мощных заслонов. И надо возник еще пробиться. Пас назад. Правильный ход совершенно в исполнении нашего футболиста. Березуцкий, Игнашевич. Слева Жирков. Но за ним приглядывают здесь футболисты. И вдвоем даже, я заметил. Азербайджана прострел. И мяч летает на угловой. Это Юни Согулу. Подставил корпус, обил Роман Павлюченко. В запасе у нашей команды Владимир Габулов. Вратарь. Дмитрий Сычев. Алексей Березуцкий. Иолан Загоев, Павел Погребняк, Дениар Белелединов и Иван Саенко. Вот судья показывает, что играть можно. Атака нашей команды продолжается. Теперь уже правым флангом. Внимание. Перепас на коротком расстоянии. Еще все то же самое. И в разрез передачи. Догони. Догнал, но, увы, остановить не мог наш футболист. Мяч у противоположного углового флага. И вот, смотрите, это удар поворотом, который нанес Денисов. Ну и здесь отвернулся от мяча игрок сборной Азербайджана. Мяч угодил ему в руку. И считали наши, что надо назначать пенальти. Ну вот, наши считали, что надо назначать пенальти. Уже это второй, в случае, первый с падением Семшова. Второй вот мяч с попаданием мяча в руку игрока команды Азербайджана. Да, честь и хвала нашим болельщикам. Их очень много на трибунах стадионов Лужникова. И совсем все иначе сразу выглядит. Я повторяю, нашим теперь надо сыграть адекватно. Понятно. Этому колоссальному интересу. А уж сколько у экрана телевизоров. Не сосчитать. Вели вводит мяч в игру. Далеко выбивает борьба за мяч по центру обороны. Это Субашич ввел борьбу. Но наших двое выиграли. Березуцкий с мячом 0-0 по-прежнему. Ну, тактические ухищрения обеих команд уже ясны, как божий день. Хотя дело к вечеру. Но солнышко светит. Хорошая очень погода в Москве для футбола. Хорошо дышится. И тут только бегать, как говорится, не хочу. Перепасовка. Пас центр в недодачу. Удар по ногам. Штрафной в пользу нашей команды. Ну-ка, еще разочек посмотрим. Ну, я думаю, здесь такая опасная игра была со стороны Юнисо Глу. И судья назначил... А вот, между прочим, судья назначил как раз вот это нарушение правил в пользу команды Азербайджана. Значит, я нашелся в этом плане. Я думаю, что со мной еще энное количество поклонников футбола тоже так же подумало, что надо бить нашим штрафным. Ну, а пока что перепасовка опять-таки в линии обороны. Теперь в Хавербеке мяч отправляют из обороны наши футболисты. Пас в одно касание, но слишком сильно. Анюков даже не побежал. Хотя, в принципе, он был один. Главный тренер Челси и сборной России. Я не знаю, чего тут больше по совместительству. Я позволяю себе эти иронии, потому что не раз по этому поводу высказывался. Здесь сегодня, перед началом игры, ни один человек из людей, которые постоянно работают на таких мероприятиях, не понимает и не понял вот эту ситуацию с нашим тренером. Ну ладно, к этой теме больше не возвращаюсь, даю слово. Счет не открыт. 0-0, 21-ая минута матча сборных России-Азербайджана. Это офсайт там был вообще-то, но судья на линии вроде бы не реагировал. Так пас был очень оригинальным. Между прочим, Андрей Аршавин признан лучшим игроком СНГ. Ему тут будет по окончанию встречи вручен специальный приз. Справедливо. Магирамов пошел в центр поля, отдал мяч и тут же вернулся на свое место правого защитника или правого халбеков, судя по тому, как он будет себя вести, когда будет развиваться атака по этой стороне поля сборной Азербайджана. Ну, тут рядышком еще Шукюров четвертый номер находится, но он все-таки больше впереди, чем этого самого Магирамова. Может быть, это какой-то маленький тактический ход Берти Фокса, но они еще пока гости не извлекли ничего. А вот тут что-то намечается. Вот смотрите, как раз четвертый Шукюров, причем он делает навесную подачу и без проблем работает в этом эпизоде на Кенфеев. А вот восьмой номер Магирамов, которого проигнорировал Шукюров, в этот момент, набрав скорость, устремлялся по свободному месту на правом фланге, чтобы обострить игру, а тот навесил, тренируя нашего вратаря. Счет не открыт 0-0. 23-я минута этого матча, преимущество сборной России. Ну, были моменты, можно назвать их не очень приятными для обороны команды Азербайджана, но и вратарь, и защитники Халбекер, тянувшися назад, справились с этими делами. Вот и Саша Юнисоклуд заработал желтую карточку. Вот, смотрите, да, он очень жестко шел в отбор мяча. Это чревато осложнениями для атаковавшего игрока, но обошлось. Из-за боковой наши ведут мяч в игру. Все нормально. Аршавин. Перевод, ну, молодец. Увидел, конечно, Никова, который подключился к атаке, но дальше рывок он не мог сделать и никак, потому что он мог забраться во всад. А вот все-таки заслуга Аршавина в том, что на таком расстоянии он своего увидел и сделал попытку без разбега на шаге, только лишь на замахе, туда перевести мяч. Но как раз силенки не хватило, чтобы выполнить столь дальний удар. Наши контролируют мяч. Перевод налево. Черков. Штрафной удар. Атаковал неправильно нашего игрока Шукки урон. Четвертый номер. Судья абсолютно прав. Главный судья Серж Гюмени из Бельгии. Вся бригада бельгийская и запасной в том числе. Аршавин выполняет штрафной в двух шагах от боковой линии. Ну, а теперь из-за боковой ведут опять-таки наши. Вот смотрите, как выглядят замечательно трибуны. С мячом команда Азербайджана Шукки урон. Мяч отлетает рикошетом и остается в поле. Падение. Опять нарушение правил. Наши сейчас, вы видите, больше сосредоточили внимание на атаках с левой стороны. Это наш капитан Семак. Удар по правому флангу. Жирков сознательно сбросил мяч просто-напросто в свободную зону. Получает от партнера и бьет дальше вперед. И играет, между прочим, точно. Отдадим ему должное. И тут мы вдруг, как говорится, на ровном месте ошибаемся. Ни за что, ни про что. Хидинку что-то не нравится. Раз поднялся. Так, ну, может быть, по его примеру поступил так же и Берти Фокс. Тренер очень хорошо друг с другом знакомый. Ну, а Берти Фокс, чего уж там представлять. Игрок сборной на Германии. Заслуг много. На тренерском поприще я бы не сказал, что он уже преуспел. Ах, как! Но, тем не менее, в перспективных ходит. Тренирует сборную Азербайджан. Мячом гости. Ну, видите, владение мячом мы явно тут превосходим соперника. В два раза больше контролируем мяч. Правда, ударчиков-то и острых ситуаций маловато у ворот. От Фархада Велиева, голкипера. Но напряжение все-таки испытывает оборона. Команда Азербайджана. Но не тушуются. Надо отдать должное. Шукюров хорошо обработал мяч. Пасует Магерамову. Тот рядом с партнером. Партнер не увидел нашего игрока. Но оставили мяч у себя, как футболист Азербайджана. Пас в одно касание. Это тот самый Рамим. И что? Нарушения не было. И мяч у Акинфеева. Хорошо выбросил мяч своему. Жирков один на левом фланге. А сейчас уже все. На этом закончено. Уже взят под контроль Шукюровым. У меня создается впечатление, что здесь Магерамов иногда исполняет роль еще одного центрального защитника. Отправляясь туда на подстраховку или на увеличение числа собственной персоной. Тогда Шукюров откатывает назад и встречает... Правильно вы говорите? Жиркова. Это... Анюков, правый защитник. Может быть, в каком-то варианте другом он был бы активнее. Но в другом варианте это значит, если бы наша команда немножечко играла по-другому. Побыстрее в пас. И больше бы объем работы выполняли футболисты. Беговой я это имею в виду. А то, что не мяч тут хорошо контролирует удежду, это приятно. Так, это уже голевой момент, я вам скажу откровенно. Почему? Потому что явно, конечно, не оценил ситуацию. Вот обратите внимание. Вот передача. Явно не оценил ситуацию Роман Павлюченко. Вот пас и Жирков ему посылает мяч. И он в одно касание пытается ударить поворотом из крайне неудобного положения. Вот такие дела. А надо было его просто первым же касанием себе на ход подрабатывать мягко. И мимо центральных, как поезд. И один на один свели. И вот и все. А с того расстояния, вот таким вот ударом на исполнение, номер не проходил. И не прошел. Счет не открыт. 0-0. 29-я минута. С половиной. Если отбросить назад. Ну, так вот. С мячом футболисты команды России. У штрафной площади. И штрафной удар. Это уже опасно. Так, заканчивается 29-я минута. Пойдет сейчас 30-я. И вот в этот момент мы получаем право на штрафную с места Лео Инсайда. Все правильно. Семшова свалили на газон. Явно не по правилам игра. Тут выяснят отношения футболисты команды Азербайджана. В беседе с арбитром. И чего уж с ним говорить, когда нарушение явное было. Это опасно. С такого расстояния стенка обыгрывается. Хоть какую ее не поставь. Тут многое будет зависеть от того, как ее поставят. Конечно же, Велиев в надежде, что она защитит этот угол. И плюс, какую позицию он займет, в конце концов, в момент удара в воротах. Он должен стоять в левом углу. Роман Павличенко, Игнашевич рядом. Ну и что решили? Есть заготовка какая-нибудь. Этакая, которая может привести хотя бы к тому, чтобы там вели его побеспокоить вратаря сборной Азербайджана. Судья наводит порядок и ввелит этому самому парню Рамиму Фабио Луису. Типичному, да. Вот. Чтобы он отошел назад. Вот удар поворотом. И мяч улетает за пределы поля. А игрок команды Азербайджана получает желтую карточку. Этот самый Рамим, 17-й номер. Потому что он раньше времени, еще стоп не прозвучал, как он ринулся уже мешать игроку. А вот такую же операцию провел и 18-й номер Надыров. И тоже ему судья сделал замечание, а потом показал желтую карточку. Ну, в общем, вот такая ситуация. Там можно было и Рамиму, и можно было и Надырову показывать. Я вам даю слово. А пока что еще раз штрафной и гол. Я же вам сказал, что это опасно. В конце концов, доиграли футболисты Азербайджана. Тем, что и со стенкой не разобрались. Наверное, и плюс еще вратарь. Ну что, нам помог, чего уж там говорить. Сложился не очень удачно. Вот мяч под ним пролетает. И вот он, смотрите, смотрите, еще разочек. Он делает шаг в сторону направо. Мяч пролетает прямо мимо защитника. Летит во вратаря. Он шлепается на месте. Пытается отбить мяч двумя кулаками. А мяч ныряет под руки. И сборная России ведет 1-0. Автор Павлюченко. Ну, видимо, не случайно все-таки этот малый у микрофона разбирал так и за стенку, и поведение вратаря в ворота. Чутье подсказывало, куда тут уж денешься, откровенно говоря. 1-0. Впереди команда России. В конце концов, немытьем, так катанием мы забили. Повтор эпизода с нарушением правил. И мяч мы пока что наблюдаем, вот все эти дела в повторах. А там мяч уже в игре, и он у наших, у нашей половины. Пас вперед. Павлюченко. Тот отходит назад. Я думаю, кому он мне все время напоминает Павлюченко. И вот и прихожу, вдруг неожиданно, вот так сейчас, кому он, честно, мне очень напоминает, так издали, манеры игры Виктора Понедельника. Атакует сборная России. Пас и борьба за мяч. Интересный эпизод. Продолжает нашу атаку. Пас назад. Еще разочек перепасы. И грамотно. А тут офсайда нет, потому что на правом краю защиты было много народа, которые были ближе к своим воротам. И удар от ворот. Неплохая, в общем-то, такая затяжная атакующая акция. Так, не очень, не очень острая, но, тем не менее, приятная для глаза. И Меликов заработал желтую карточку. Когда там ему уже этот самый арбитр Сэш Гьюмини влепил, это мы, наверное, с вами наблюдали на повторе эпизода на экране. Мяч у команды России. Так повеселее наши забегали, в первую очередь. Я это отмечаю. Из-за боковой гости ввели мяч в игру. 35-я минута первого тайма. 1-0 впереди сборной России. В режиме реального времени наша команда набирает 9 очков. 10 у команды Германии. Германия играет сегодня с Лихтенштейном. Так, а еще пара Уэллс-Финляндия тоже между собой выясняют отношения. О всех результатах, естественно, в информационных выпусках нашей замечательной системы спортивных каналов. НТВ+. 1-0 с мячом Акинфеев. Работы у него раз-два и обчелся. Так, на свободных мячах. И далеко выбивает мяч в поле. Почти к штрафной. Мяч в центре. Пас в направлении Шупюрова. Но Жирков перехватил и предложил сразу на ходу в касание сыграть. В пас с тем, чтобы выйти на острое продолжение атаки по левому флангу. И если бы, скажу вам, это удалось. Ну, получилось бы на загляденье. С левой стороны наши гости контролируют мяч. Под Катей Анюков. Судья на линии поднял флажок. Пас вперед. Удар с дальней дистанции. Зачем и сам игрок команды Азербайджана не объяснит с такого расстояния до Акинфеева еще бить. Мы видим повтор удара. И видим, как неуклюже сыграл голкипер сборной Азербайджана Фархад Велиев. И позволил Павлюченко забить мяч в ворота 1-0 в пользу нашей команды. 36 минут 33 секунды сыграно в первом тайме. Наши впереди 1-0. Так, у нас вот с этим голом Павлюченко 7 забитых, 3 пропущенных. 12 перед этим туром. Забитых мячей у команды Германии 4 пропущенных. И, между прочим, она лидер 10 очков с командой Эльфтенштейна сегодня играет. Атакует нашу правым флангом. Здорово. На паузе сыграно. И верхом подача туда Велиев. Почувствовал, что мяч пролетит и далеко, и высоко. Не стал его ни ловить, ни отбивать. Успел убрать руку. Вытянул. Вот, смотрите. А потом так чуть-чуть ее опустил вниз. И, таким образом, удар отворот. Значит, хорошо чувствовал ситуацию. Если я еще скажу, что он и видел поле, владел этим всем набором блистательных вратарских приемов, то тут можно похвалить со знаком, конечно же, и не одним плюса. А вот гол, увы, на линии ворот он сыграл очень неудачно. 1-0 по-прежнему. Впереди сборная России. И Фабио Луис Рамим пробил поворотом. Когда я сказал, что один из игроков, ну, явно не с азербайджанской фамилией, я так сиронизировал, что, наверное, из Сабунчей, а хотите еще из Балаханы. Это пригороды, знаменитые столицы Азербайджана, Баку. Хорошие люди там живут. Ну, и как и в Баку вообще. А джазмены какие! Вау! Нет, я сейчас с этой темы слезу, скажу вам честно. Иначе я начну рассказывать о Валерии Гаджиеве, отличном нападающем и прекрасном джазмене. А внук его три приза недавно завоевал здесь на джазовом конкурсе. А прогуляйтесь по Баку, обязательно набредете на концертный знал, где огромными буквами высвечивается джаз. Вот такие дела. С мячом Рамием. Но команда Азербайджана проигрывает сборной России со счетом 0-1. Я даже не извиняюсь за небольшое авторское отступление. Как раз ничего тут такого яркого на поле не было. А почему не вспомнить замечательные вещи? Связаны с пребыванием и сколько раз столица Азербайджана. Прошлые годы игры на стадионе Тофика Бахрамова. Знаете, у меня как сейчас пролетело все в памяти, каким-то калейдоскопом событий. И опять-таки джазовый Сэм Шейсон и в ресторане Т под памятником Сеге Мирон Чкирова, которого уже памятника нет. Увы, а зачем нет? С мячом сборной Азербайджана. Оживили игру. Немножко Аббасов тут, так сказать, пробежался. Был отдал мяч. Перевели его на левый фланг футболиста Азербайджана. Время. Да тут остается немного до кончания первого тайма. Наша впереди 1-0. Ну, в общем-то, терять, честно говоря, команде гостей уже нечего, раз проигрывают. Понятное дело, надо, конечно же, быть внимательным к игре в обороне. Но все-таки пора подумать и о том, что, в общем-то, не боги горшки обжигают. И можно каким-то образом и будет хорошо, если наших потерзают. И мы получим несравненный ни с чем опыт того, что надо взять себя в руки и побегать как следует. Ну, конечно, выиграть. Ясное дело. Пока с мячом сборной Азербайджана. Пас на левый фланг. Перепасовка на нашей половине. Еще пас на левый край. Неудачный, между прочим. Ну, а дальше потеря мяча гостями. Короткие перепасовки. Перевод Игнашевичу. Жирков тут один. Я бы не отметил ни одного нашего игрока, который чем-то ярко выделялся. Ну, Акинфееву вот и не предлагают футболиста Азербайджана. Он так на свободных мячах немножечко разминается. Ну, а те, кто играет в поле, то там каждый выполняет определенный объем своей работы в зависимости от того, что делает соперник. И, в принципе, прибавки я не вижу пока что. Прибавка в цифрах – это замечательный контроль мяча. В общем-то, мы играем в некий квадрат. Но помним о том, что есть еще ворота. И вот через центр пытаемся пробиться и зарабатываем угловой. 43-я минута на исходе. 1-0 по прежнему Иван Саенко. Также рядом с ним Дмитрий Сычев. И Финты Зырянова с пасом туда вперед. Наши с мячом. Ну, можно пробить поворотом. Внимание, удар поворотом сильный в район ближнего угла. Но высоковато. Фархад Велиев ведет мяч в игру. Автор этого удара лично Игорь Семшов. Зенит. Кучно очень тут расположились обе команды. И наша, естественно, закоперщик всего вот такого рода плотной очень игры. Надо бы разбежаться по флангам, пошире. Потому что раз наши так собрались, то, естественно, и соперники. Вот такая группа игроков в центре имела место. Удар с дальней дистанции в руки голкипера Фархада Велиева. В последние минуты кое-что там добавит. Может быть, минутку. Арбитр сегодняшней встречи. Все бельгийцы сегодня работают на этом матче во главе с Сержем Гемини. Зырянов пытался отобрать мяч, но подножка имела место. Запоздал к мячу. Удачная стенка на расстоянии первыми примерно 10 метров. И неудачная остановка мяча Романом Павлюченко. Заканчивается первый тайм. 1 на 0 в пользу нашей команды. Свисток арбитра. Что там? Судья. Ничего. Он ждет, когда наш введет мяч в игру. Пас назад. Семак играет на коротке. Получает обратный пас. Пасует животное касание туда прорвавшемуся Жиркову. Семак быстренько бежит, выполняя игровую дисциплину. Центр поля. Он опорным хавбеком сегодня работает в этом матче по заданию Хиденко. И вот удар от ворот. Велиев ведет мяч в игру. Добавленное время 1-0. Павлюченко автор единственного мяча, забитого со штрафного, с помощью голкипера Фархада Велеева. Удар назад в вратарю. И свисток главного судьи Сержа Гюмини. Первый тайм окончен. На ваших экранах автор единственного мяча. Роман Павлюченко. 1-0 в пользу нашей команды. По результату, ну что ж, нормально совершенно. Тут, как говорится, язык не повернется критиковать наших. Но то, что прибавить в игре, даже при том преимуществе, которое мы имеем, ради вот этой аудитории, которая заполнила трибуны стадиона, я вам даю честное слово. Стоит прибавить и сыграть поинтересней во втором тайме. Я не прав? Обсуждайте в перерыве. А я подумаю. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы продолжаем прямую трансляцию в системе спортивных каналов НТВ+. Матч отборочного турнира чемпионата мира сборной России против команды Азербайджана. Ну что, мы тут по всем параметрам, так сказать, впереди. И 1-0 ведем. Гол забил Павлюченко не без помощи голкипера, который как-то так не очень собрано отыграл в этом эпизоде. Мяч был забит со штрафного, назначен он совершенно правильно. Ну и по игре в целом все-таки я чувствую, вот вы знаете, что нашим надо прибавить. Есть такая возможность. Вот слегка забегали даже, как пример, футболисты Азербайджана. И они даже чуть подсократили вот тот самый пресловутый, значит, цифровой показатель относительно контроля мяча. Вот. И вот уже даже на таком примере достаточно вам подтвердить, что да, надо немножечко двигаться побыстрее и побольше. Хотя бы даже и без мяча, а не только с мячом. Движение душа футбола, никуда не денешься. Да, это тоже приятно. Симпатичные люди. Значит, день земли, молодежь, будущее за ней. Вот идут запасные. Габулов вратарь справа, слева Сычев. Хорошее настроение. Выходит лучший игрок СНГ. СНГ Андрей Аршавин будет вручать приз после окончания встречи. Так, мы будем продолжать, потому что, потому что есть второй тайм. Есть надежда, что наши все-таки немлют советом нашего тренерского штаба. Ну, не были какие-то там технические заморочки вначале, как мне рассказали. И, значит, ну, у нас страховка налажена, я вам скажу, получше, чем иногда страховка в обороне какой-нибудь команды или клубной, или даже сборной, если хотите. Поэтому спасибо, Денис Казанский, за помощь в нашей работе. Ну, и мы продолжаем. Команда Азербайджана вышла на поле. Гус Хидинг. Тут его помощники Александр Бородюк и Игорь Корнеев. И сейчас начнется игра. Ну, вот, судьи появились тоже. Один боковой тут по диагонали бежит, бежит к воротам. Таков порядок. Надо и перед началом второго тайма обязательно проверить состояние сеток на воротах. Все ли там в порядке, все ли они целы. Замена в составе сборной Азербайджана, по-моему, так. Должен выйти на поле Вагиф Джавада. Игрок хороший. Ну, может быть, решил Берти Фолс, что он еще не в порядке и не в основной ставу поставил. Другие, может быть, какие-то тактического плана были мысли. Ну, во всяком случае, вот сейчас он выходит на поле и меняет как раз Бронемира Субашича. Десятого номера, который там, как перст, торчал один в атаке. Но никакого толку не было от него. Почему? Потому что его никто вообще мечами не снабжал. Он пытался там что-то, так сказать, своей беготней предпринять, но это было без толку. Короче говоря, он заменил Маджаладова. Что это даст Берти Фоксу и команде Азербайджана, увидим. А пока 1-0 в пользу сборной России. В режиме реального времени мы набираем 9 очков пока что. Вот с этим единственным забитым мячом и ни одного сопутчиком, слава Богу. Ну, а сегодня играет Германия Лихтенштейн и Уэллс Финляндия. В общем, а у нас с Уэллсом по 6 очков, если отбросить режим реального времени и перед этим как раз туром. Вот такие вот дела. 1-0 Наши отбиваются, пас вперед, но там было в сайт. Игрок команды Азербайджана не успел выскочить из нашей штрафной площади. Итак, Рамин с мячом. Пас назад. Перепасовка на половине поля команды Азербайджана. И удар вперед к нашей защите. Защита наша спокойненько здесь работает. И Березуцкий мяч отбиваются. Еще раз о составах играющих команд. Ну, я заменил сборной Азербайджана, вам сказал. Остальные игроки следующие ввели. В воротах первый номер, второй Меликов, третий Юлиссо Луну, четвертый Шукюров, шестой Бахшиев, восьмой Магерамов, девятый Аббасов, десятый Субашич, четырнадцатый Садыгов, семнадцатый Рамин, восемнадцатый Надиров. Ну, понятное дело, я назвал вам стартовый состав. А теперь появился седьмой номер Джавата вместо десятого Субашича. Капитанствует Садыгов, четырнадцатый номер тренера. Работает Берти Фокц. Что касается сборной России, в воротах Акинфеев привычно. Второй Янеков привычно. Игнашевич тем более. Березуцкий пятый, да. Но, все-таки, с договорками, если бракуха в запасе, Алексей. Седьмой Денисов, в общем-то, завоевал хорошей игрой за «Зенит». Место под солнцем и в стартовом составе. Восьмой Семшов, игрок понятный. Девятый Павлюченко, тут и говорить нечего. Мог быть погребняк. Ну, пока Павлюченко, да еще забил. Десятый Аршавин, без комментариев. В одиннадцатый Симак, без комментариев. В семнадцатый Зырянов, то же самое. В восемнадцатый Жирков, не повторяюсь. Главный тренер Гус Хиддинг вернулся немножечко к родным пенатам. С основного места работы в Челси. Ну, и его помощники, о них я сказал. Так что, вот такие вот дела. Один-ноль в пользу сборной России. Пока что. И игра продолжается во втором тайме. Пас вперед. Не успели к мячу. Незащитник тот, который боролся с Павлюченко. Ну, и рядом Симак. Вот в начале самой этой атаки Симак сразу рванул, что есть силы. Вперед на помощь Павлюченко. Атакуют наши. Два на два, по сути дела. Бей поворотом быстренько. Да. Ну, в общем-то, прав. Он тут и пас направо. Еще удар в дальние. Падение такое. В общем, динамика этого эпизода замечательная, я вам должен сказать. Аршавин слегка не дотянулся до мяча. Но сам факт того, что это вот так атака развивалась. Это офсайда не было совершенно. Потому что пас был направо. Потом диагональная прострельная передача. Можно считать, что был даже удар поворотом в дальний. Но как бы то ни было, молодец Аршавин, который кинулся как дьявол, чтобы замкнуть вот этот полет мяча. Но не дотянулся. И таким образом счет остался неизменным 1-0. Мы видели, как Фархад Вилеев-Голкипер пытался на перехвате сыграть. Но уже очень сильный удар. Да еще к тому же и с близкого расстояния был нанесен с правой стороны. Вот это уже нормальный ход. И как такое не понравится, не правда ли? 1-0. Я вам скажу, не ожидал никто, что такой будет наплыв публики. Матч вызовет такой колоссальный интерес. Играют сборные России и Азербайджана. Ну и, в общем-то, опрос заинтересованных тоже лиц был накануне разных персоналиев. Я, например, объяснил это тем, что, во-первых, сама фигура Хиденко вызывает интерес. Теперь уже ее как тренер команды «Челси». Это раз. Второе – Павличенко, Аршавин из Англии. Сюда же вместе с ним в сборную все-таки события. Отборочный матч чемпионата мира. Еще соскучились наши. Ну и сборная, конечно, должна вызывать всегда вот такой вот интерес. Но это уже в воспитательных целях между нами. 1-0 в пользу нашей команды. И штрафной заработали футболисты команды Азербайджана. 52-я минута. Это, значит, седьмая второго тайма. Ну и посмотрим, что тут дальше будет в этой конкретной попытке прорваться к нашим воротам в исполнении футболистов азербайджанской сборной. Они будут вводить мяч в игру из-за боковой. Бросает Раил Меликов. Игра головой. Мяч остается у команды Азербайджана. Игра хорошо корпусом. Была предпринята игроком Азербайджана. Но был хорош и Игнашевич не уступил сопернику. Поэтому атака эта захлебнулась. Перепасовка в обороне. Василий Березуцкий. Пас к ближнему. Зырянов. Сема. Пас поперек поля. Еще в ближайшем. Ну, пока что вот такая вот идет игра в центре поля. Есть, может быть, некий оправдательный аргумент вот для такого варианта ведения игры. Почему? Потому что, опять-таки, футболист Азербайджана, как и в первом тайме, потеряв мяч сразу на свою половину поля. Ну, и надо их же всех отбежать. Это можно сделать. Рецепты есть, откровенно говоря. Один из них очень быстро из глубины поля со своей начинать двигаться вперед к чужим воротам, чужой штрафной. Быстрый пас, быстрое передвижение, переводы мяча, удары издали. Вот набор такой джентльменский приемов, которые позволяют проникнуть на ударную позицию команды, которая играет от обороны. 1-0 позу сборной России и вторая половина встречи. 54-я минута. Павличенко забил единственный мяч. Судья дал свисток, штрафной удар, желтая карточка на Денисову. Ну и когда же он успел так двинуть игроку команда Азербайджана, но Дениса, в общем-то, достаточно корректный игрок. На него это не похоже. Пылу борьбы, наверное. Ну-ка посмотрим. Да и кто, кто конкретно вот врезал этому парню, и когда тут и Симак боролся, тут и Денисов дважды вступал в борьбу. Ну, в общем, судья определил, что был неправ Денисов. Страдает игрок команды Азербайджана. И Алан Загоев готовится выйти на поле. Ну вот, задержится за плечевой сустав игрок. Так, Игорь Корнеев благословляет вместе с Хидингом на родный подвиг нашего молодого. Ну вот, ну, значит, а пожилой, видавший вид их Гус Хидинг, заявил, что чем быстрее и больше появится молодых игроков, кандидатов в сборную, тем самым он будет считать свою миссию в нашей стране как специалиста выполненной. Столь гениального вообще вывода я еще не слышал ни разу, ни от одного тренера. А молодые, как вы знаете, они на конвейере, они как пирожки, их здесь печешь, сколько хватит муки и других ингредиентов. Замена. Итак, Алан Загоев вместо Симака, вот тебе надо. Ну, есть, наверное, какой-то подтекст этому. Понимаете, Симак, один из самых-самых наших и капитан, выступающий за рубин, уступает место молодому. Передача эстафеты. Вот как надо понять. И это как бы ответ практически на ту фразу, которую я вам процитировал, сказанную Симака, номер один из самых-самых, играет Алан Загоев. И Симшов теперь капитан. 1-0. 57-я минута. С мячом команда Азербайджана. Не забываем, что будет еще ответный матч, и это может быть все иначе. Но к тому времени надо так себе обеспечить такую приличную жизнь. В материальном плане, то есть в набранных очках. Не подумайте о чем-то другом. Ну, опять что-то не то с игроком. Жиркову попало. Ну, парень терпеливый, но если вот он сейчас в таком состоянии, то значит, ну, видимо, двинули ему как следует. Ну, и мается там еще 17-й номер. Фабио Луис Рамим. Жирков. Вообще, он играет, конечно же, активнее. Но здесь, видимо, какое-то задание он получил от Хидинка. И не так уж вольготно гуляет по левому флангу, как мы обычно это принимаем, когда он работает за команду ЦСКА, да, и за ту же сборную. Толчок в спину штрафной. Заработал Анюков. И Игорь Акинфеев ведет мяч в игру. Далековато вышел Игорь Акинфеев. Ну, поправил себе поудобнее мяч, чуть-чуть вперед забросив его. Оборона наша стоит, внимательно наблюдает, как выбивает Акинфеев. И тот сразу же, выбив, отправился на свое рабочее место. Анюков борьба за мяч. Это боролся Аббаса в центре поля. Денисов сыграл с Василием Березуцким. Тот назад Акинфееву. А кому выбивать? И наши вроде под контролем. Тут только ближайшему можно Василию Березуцкому, что и делает Акинфеев. Тот вперед. Партнер опять перепас. Ну, вот такой перепас не дает возможность команде Азербайджана оттянуться назад. Оставить впереди одного нападающего, как в первом тайме. Это было в случае с Бронемиром Субашичем. Ну, а в целом не изменили себе футболисты Азербайджана. И вот просит замену похожий игрок азербайджанской сборной. Столкнулись Жирков и Рамин. Ну, и в общем врезали друг к другу, потеряв мяч. И уже без мяча очень даже прилично. Бертиев Фокц выпускает на поле еще одного из азербайджанского игрока по фамилии Леандро Гомеш. Да, Рамима уносит на носилках. А Жирков тот остается, по-моему, на поле. Вот таким образом две замены состоялись в составе сборной Азербайджана. Между прочим, в Азербайджане очень серьезно занялись развитием футбола. Создана академия, открылся спортивный канал, которому, конечно, еще немного времени. Но футбол там будет занимать одно из ведущих мест. И я не сомневаюсь в этом, при той любви к футболу в Азербайджане, который мы знаем хорошо. Ну, строятся футбольные поля и для детей, и для взрослых. В общем, короче говоря, молодцы. Правда, Бертиев Фокс не заявляет, а что он там в плане развития футбола в Азербайджане непосредственно делает. И какие планы он составил, чтобы азербайджанский футбол двинул семимильными шагами вперед. Но работает со сборной командой, и вроде бы что-то начинает получаться. Однако, в нашей команде здесь, в Лужниках, сборная Азербайджана проигрывает 0-1. Если вот так все закончится, и ничего больше такого не будет из остроты в игре, в атаке нашей команды, и после всего этого по итогам встречи пойдут разговоры относительно того, что, в общем-то, наверное, ничейный результат был бы более справедливым, вы знаете, я среди тех, кто разделит эту точку зрения. Но я повторяю, если все вот так и будет продолжаться, как мы с вами видим. Это угловой у ворот команды Азербайджана. Но если наши там забьют еще один или пару, ну тогда, ясное дело, тут такие тезисы уже придется сворачивать. Так, угловой слева наши подает. Ну, обычно тренеры сами утверждают потом при разборе таких эпизодов, на теоретических своего рода занятиях, что вратари должны играть эти мячи в площади ворот. И двух мнений не должно быть. Ну, вели его, видимо, сложно было выйти на перехват мяча. На этом мы заканчиваем разбор этого эпизода. Загоев бросает мяч из-за бокового. Он левша, ну и правый ничего играет. Вот с его, так сказать, подачи в удар поворотом сейчас будет. Ну-ка, удар состоялся, но защитник уже лег под удар. Большой группой наши атакуют. В такой же группе, если не больше, защищается азербайджанская сборная и не пробиться. В итоге штрафной в пользу гостей. Ну, а Загоев тут вот это все начал. Он точный пас отдал, рванул в штрафную, получил мяч. Мог в одно касание сразу пробить поворотом, но, причем под левой ногой мяч был, но не рискнул, начал подправлять, уводя в центр. Так, под удар, а это дало возможность защищающейся стороне быстренько сократить расстояние с Загоевым. И когда он бил, то уже под удар успел лечь игрок гостей. И таким образом, этот инцидент неприятный для ворот и вратаря, в первую очередь, конечно, ворот, это так образно. Для вратаря Велилов был исчерпан. Хорошо, защитники сыграли, хотя и Загоева следует похвалить. Мы похвалили вас, Алан Загоев, за вашу игру в этом моменте. С мячом сборная Азербайджана, пас в оборону. Ну, вот такая перепасовка. И, наконец, здесь вратарь. Играет спокойненько с защитником направо. Еще пас правее, зона развития атаки свободная. Диагональная передача на противоположный фланг. Все очень прилично, за исключением того, что вот этот второй номер, между прочим, Раил Меликов, он не ожидал, что его партнер сыграет все-таки мяч. Или, скажем, даже соперник дотянется до мяча. Поэтому стоял и ждал. А вот чутье бы подсказало, двинулся бы вперед, получил мяч, и другой атака получил бы. Удар с дальней дистанции мимо. И бил шестой номер Бахшиев, а Айкинфеев ведет мяч в игру. Бородюк слева-справа хитинг, повтор эпизода. Пас назад круто так выполнен. И удар в район дальнего угла. Остается посыпать голову пеплом. Все время забивал с этой дистанцией, а сейчас, вот видите, не удалось. Удар вперед. Перехват мяча. Ну, Джавадов там выдвинулся вперед, подтянулся еще Гомиш с левой стороны. Он себя еще никак не проявил, вышедший на замену. Но вот, когда его команда мяч получает, он сразу же выдвигается туда, к защите нашей команды и поближе к тому, кто здесь исполняет роль еще одного нападающего. Он может даже исполнить своей позицией и роль центрального нападающего. Ну, вот такие вот тут размышления, глядя на то, что происходит сейчас в расстановке игроков, атакующие группы команды Азербайджана. А пока штрафной удар, подтянулись и защитники сюда, к линии штрафной площади. Длинный навес. Борьба за мяч так обозначена была. Игнашевич мяч отбивает. Еще поднимается мяч над штрафной площадью. Ну, хорошо. Это нормальный ход совершенно, дабы исключить риск любого варианта. Мяч отбит наполовину. Наши подхватили. В разрез пас. Нет ни игры, потому что центральный защитник застрял глубоко сзади в обороне. А почему не пойти вдоль линии штрафной и не попытаться пробить? Зырянову было поворотом. Начал искать продолжение атаки на левом фланге. А там могло быть только лишь, как вариант, или подача в штрафную дальше к воротам, или прострельный пас. Мячом азербайджанская команда. Меликов пасует в штрафную. Непонятный навес, то ли удар поворотом в исполнении игрока азербайджанской команды и удар от ворот. Хидинг на ваших экранах. Хорошо выбил мяч Акинфеев. Наши его контролируют. Пас в одно касание. Знаете, у Павличенко номер не получился, потому что он себе пробрасывал мяч на свободное место на правом краю. Быстрее, быстрее, быстрее. С правой стороны Анюков один остался. Наши через центр не понимают друг друга. Пасуют. И в итоге мяч теряют. Не лучшим образом тут затеяли игру футболисты в обороне Азербайджана. Борьба за мяч у противоположной трибуны. Потеря гостями. Штрафная площадь близко для наших футболистов. Удар по воротам. Мяч рикошетом отлетает и становится легкой добычей. Голкипер Алилиевой. Тот выбивает сразу по центру. Вот что здесь. Здесь легко выиграл мяч. Наш защитник, но выбили не точно. Анюков контролирует место правого защитника. Позади него игрок. В сборной Азербайджана. Поперечная передача. Сверхтонко хотел сыграть игрок азербайджанской команды. Офсайда нет. Вся штука в том, что этим пользуется Павличенко. Один центральный защитник играет глубоко сзади. И, в общем-то, восполняя вроде бы роль свободного. Но он создает глубину атаки. Значит, и Павличенко правильно поступает, выдвигаясь к нему. Быстрее, быстрее, быстрее вводить мяч в игру. И нечего мешкать. И налево отдай, пожалуйста, сразу мяч. Так и получается. Пас налево. Семшов с мячом. С правой стороны Анюков так подкрался. Ну, ждет. Полагаю, что его видят. Пас туда. Прострельный пас. И мяч в ближний угол влетает в сетку ворот. Брекрасно разыгранный мяч. И Семшов забивает его в ворота. 2-0. Это уже серьезная заявка. И самое главное, что здорово разыграли мяч. Можно было прострелить. Это Зыряна забил. Значит, можно было прострелить вдоль ворот. Но увидел Зыряна, что вратарь вышел из ворот на возможный перехват. Вот, смотрите. Оффсайда не было. И удар в ближний угол. Голкипер падает на спину. Обратите внимание. Под острым углом Зырянов мимо вратаря посылает мяч в ворота. Вот, смотрите, какой пас отдает Павличенко Зырянову. И тот левой ногой, обводящим ударом над плечом, забивает мяч в дальний угол ворот. Там издалека было вроде бы, что он забил ближний. Потому что падал в этот угол еще и голкипер. Но Зырянов, наверное, все-таки в последнюю долю секунды, это мгновение, оценил ситуацию. И увидев, что вратарь занимает позицию, закрывая ближний угол, сумел послать внешней стороной мяч в дальний. Погребняк выходит на поле вместо Павличенко. 2-0 в пользу сборной России. Погребняк нам показывает, как он открыл счет в этом матче со штрафного. Ну и Погребняк, центральный нападающий, занимает свою позицию. Павличенко приветствует, естественно. Во-первых, и пас здорово отдал, и забил. Ну, куда тут? А в пятерке не отделаешься. То есть можно и семерку поставить. А пятерка это просто по школьной классификации. С мячом наша команда, передача направо. Между прочим, нашим в атаке стало легче играть, даже легче, чем в первом тайме, потому что защитники сборной Азербайджана уж очень глубоко играют у себя в обороне и дают возможность нашим футболистам открываться им за спину, не боясь оказаться даже в офсайде, вот как было в случае с Зыряновым. Атака сборной России. И оригинальный пас чуть-чуть не успевает наш, но получает мяч, играет в стенку, выскочил за пределы поля игрок сборной России, чтобы не быть во всаде, и в атаке сборной Азербайджана. Пока что в зародыше эта атака, проход в середине поля, судья свистит, дает штрафную пользу гостей. Гостей арбитер этой встречи Серж Геомини. И из Бельгии. Так, что показывает судья? Судья показывает, что надо подавать мяч из-за боковой. Угловой удар с правой стороны сборной Азербайджана зарабатывает угловой. Мяч от Василия Березурского улетел за линию ворот. 75-я минута, 2-0 пользу сборной России. Мы имеем к этому времени уже 9 очков, и это хорошо. Не забудем, что сегодня встречается в Велсе Финляндия, в Велсе 6 очков. Так что тут все может быть, и мы можем твердо устроиться на втором месте по набранным очкам, а не по показателям, при входящим. Потому что у Уэллса перед этим туром тоже 6 очков. И 1 апреля наша сборная сыграет в гостях у Лихтенштейна в городе Вадуце, столице этого маленького государства. Затем выходят зрители трибуны Б, и последними покидают стадион зрители трибуны Б. Мяч у гостей, пас-центр. Передержал мяч игрок команды Азербайджана. Пас на коротке. Денисов сыграл с партнером. Тут же перевод в оборону. И дальше на Жиркова на левый фланг. Жирков в центр. Так аккуратненько подчеркнуто пас. Выдает своему Денисов. Тот дальше Зырянову, автору второго мяча. Павлюченко на переднем плане. Пас по центру. Кстати, вот еще один вариант, подтверждающий то, о чем я рассуждал относительно игры в обороне команды Азербайджана. Глубоко сзади и дается возможность прекрасно играть в нашей команде пасом в разрез за спину. Вот как в этом эпизоде. 2-0. Акинфеев. Березуцкий. Березуцкий. Игнашевич. Семшов. Пас ему в ногу. Очень аккуратный. Ну, здесь очень тонко пытался сыграть Семшов. Перед ним был игрок. Он хотел между этим игроком и другим, который был чуть позади, сыграть в разрез. Тем, чтобы вывести на ударную позицию партнера. В итоге приходится копаться вот здесь, рядом с нашей трибуной, в борьбе за мяч и терять его. Вводит мяч в игру Меликов. Второй номер. Удар вперед. В момент приема мяча атаковал игрока азербайджанской команды Березуцкий. Мяч отнял. Удар вперед. Точный. Пируэт. Анюков поленился идти вперед. Так остался на месте правозащитника. Хотя перешел половину в центральное поле. Перепасовка через Семшова. Пас в ногу. Семшов. Погребняк. Загоев. Вау. Какой замечательный полотерский номер. И желтая карточка. Девятому номеру. Аббасову. Следующий матч он пропускает. Из-за перебора. Семшов. Погребняк. Пасует вперед. Так. Семшов и Аббасов решили выяснить отношение на уровне. Идем-выйдем. Пас назад. То, что наши выиграет. Я даже не доли секунды не сомневаюсь. Остается 11 минут до окончания матча. Будет там добавленное время. Были замены. Какие-то там остановки игры. Со страдающими. Ну, в общем-то, судья немного добавит. Понятное дело. Но, тем не менее, по характеру игры. Ну, это будет вообще чудо. Если команда Азербайджана, скажем, спасет игру. Хотя, повторяю, я из тех, кто... Стоит на стороне подтверждающего часто тезиса, что в футболе бывает всякое. И он гораст на недоразумение, гримасы и все, что угодно связано с этим. Но, тем не менее, тут по характеру игры нашей команды, конечно же, заработает три очка в этом матче. Но я не о том, в принципе, сейчас уже продолжу эту мысль, скажу, что о том, что игра у нашей команды получилась довольно-таки легкой. Словно тренировка с некоторой игровой нагрузкой. И, короче говоря, все участники своих чемпионатов, я имею в виду тех, кто играет в английской премьер-лиге и в российских клубах, они получили, в принципе, запас бодрости и здоровья. И, наверное, им не так часто приходилось играть при такой аудитории. Это, пожалуй, даже главный показатель этого матча, кроме победы сборной России. И пусть только попробуют подвести меня наши славные бойцы, которые наполеют. Мяч в игре у сборной России. Можно чуть ли не шагом подходить к мячу, переводить его на противоположный фланг. Жирков отдает партнеру, сам не спеша приезжается к центральной линии. Семшов, Денисов, пас на левый фланг. Он же заранее видел Жиркова. Жирков играет на коротке с Погребняком. Погребняк бежит не спеша в центр нападения. Ну, а мы так леньцой легенькой, но по делу перепасовываемся в обороне. И ждем, когда это все закончится. 2-0 в пользу сборной России. 8 забитых мячей, 3 пропущенных. Хорошая разница и 9 очков. Теряет мяч футболиста Азербайджана. Пас вперед. Но это была попытка вывести на ударную позицию Анюкова. Я вам точно говорю. Но передача получилась не точной. Как видите, футболисты Азербайджана даже проигрывают довольно часто в скорости. Даже такой игрок, как Джавадов, проиграл, имея фору, проиграл Анюкову, который успел поставить нормально корпус и тут же отобрал по всем правилам чисто мяч. Погребняк. Ему пас был в недодачу. И за боковой ведут наши футболисты мяч в игру. Берти Фокс, конечно, недоволен своими подопечными. Могут ли они играть лучше? Он, например, считает, что могут. Но для этого должны быть, видимо, другие усилия применены непосредственно на поле против любого соперника. 83 минуты сыграли команды. 2-0 в пользу сборной России. В общем, теперь тезис ничья, самый вероятный исход этой встречи снимается напрочь с повестки дня. В общем, забили мы второй мяч. И можно утверждать, что мы легко и непринужденно одержали победу над командой Азербайджана, решив задачу главную, заработав 3 очка. Ну, а что еще в этом отборочном цикле самого-самого? Игра. Я с вами согласен. Эти парни, которые составляют сборную России, я их назову, Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Березуцкий, Василий, Денисов, Семшов, Павличенко, Аршавин, Семак, Зырянов, Жирков, Габулов, Сычев, Алексей Березуцкий, Дзагоев, Погребняк, Белелединов, Саенко. Они могут играть сильнее. Ну, и к тому же главный тренер Гус Хидинг ждет прибавления в лице молодых игроков в сборной команде. Подача в штрафную не успевает наши там к мячу, а из наших был только один погребняк в окружении пятерых футболистов команды Азербайджана. 85-я минута в атаке гости. Попытка выйти на ударную позицию под левую ногу обрабатывался мяч Шавадов. Номер не прошел. Навес по диагонали, мимо ворот и удар от ворот. В общем, вышедший на замену Елеандра Гомеша и Надиров, который выполнил эту передачу, не преуспели ни в линии Ховбеком, ни в атаке. И что игрок первого тайма Субашич в нападении, что сейчас Шавадов, увы, никак себя не проявили. Зырянов автор второго забитого мяча, Павлюченко первого со штрафного, ну а комбинация со вторым мячом, это то, что по рецепту было прописано. И очень рецепт полезный. Исполнение удара Зырянова было безукоризным в дальний угол. Вдогонку сыграть мяч внешней стороной, закрутить дальний угол над вратарем, это показатель достаточно высокого класса игры в конкретном этом эпизоде. Ну и пас Павлюченко тоже во времени и пространстве был великолепен. Так что второй мяч украсил, безусловно, этот матч. И наша команда выигрывает 2-0, 4 минуты плюс добавленное время до окончания. Много быстренько переход в контратаку, пас на коротке и неудачная остановка. Или точнее даже обработка мяча перед тем, как выйти на ударную позицию. Жирков пожонглировал мяч, держа его на бедре, делает рывок. Потом сделает попытку подать штрафную, но подставлена нога защитника. Угловой с левой стороны. 87-я минута. Ну, нам демонстрирует технику Жиркова. Молодец. Всем понравилось, безусловно. Молодец. Такие вещи тоже надо демонстрировать, они украшения любого матча. Это не игра на публику. Это скорее удар по сопернику. Навес, вратарь плохо играет на выходе. Наши пытаются забить. Кто-то из защитников ныряет туда, пытаясь головой сыграть. По-моему, это Юнису Глу. Ну, в общем, обошлось. Все. Но наши с мячом. Передача на противоположный фланг. Борьба. Было нарушение правил, но судья не остановил, потому что с мячом остались футболисты сборной Азербайджана. Перепас. Анюков идет в момент приема атаковать. Ему в какой-то степени удается. А вот Джавадову нет. Джавадов попал не в попад, выйдя на замену. В общем, так себя не проявил. Хотя игрок-то я знаю очень даже прилично. И помните, я даже был удивлен, почему он не в стартовом составе. Ну, вот его проверил Берти Фокс. Значит, надо прибавлять Джавадову, чтобы быть в порядке. И соответствует нормам. И за боковой наши введут мяч в игру. В 88-я минута. Оп! И закончилось. И осталось две. И добавленное время. 2-0. Денисов. Удар с Жиркова поворотом с дальней дистанции. Мимо. Плотненький ударчик так получился. Вот. А сейчас этот самый вот угловой. И Игнашевич у вратаря выиграл вверху. А выиграл только потому, что, посмотрите, вратарь даже не прыгнул, чтобы побороться с Игнашевичем. Правда, успел подставить руку, когда мяч от головы Игнашевича, вот он на ваших игроках, полетел в сторону ворот. Но это уже какие-то такие спорадические действия, которые объяснить можно по-вратарски, а не автоматом. Но, увы, не говорят об игре классной в этом эпизоде. Ну, обошлось и обошлось. Последняя минута игры. И Акинфеев готов, вроде бы, сыграть, но, скорее всего, правильно сыграл защитник. Мог Акинфеев не добраться до мяча. Соперник был ближе. В общем, есть основания при этой даже игре, и при победе нашей команды 2-0 против Азербайджана. Все-таки есть основания полагать, что в ответной игре и мы будем другими, и команда Азербайджана тоже. Но мы будем в гостях, а те дома. Но потенциал все-таки выше у нашей сборной. Это ясно, как 2х2. Вопрос в том, как мы себя проявим. Удар по воротам, штанга. Вот этого еще не хватало. Ну, мы умеем, так сказать, удивлять всех и друг друга. Там, где все легко дается, вдруг начинаем, так сказать, валять дурака и позволять вот такие вот вещи. Хорошо, что в штангу. А могло быть хуже. 2-1. Добавленное время. Меня бы подвели, жуткое дело, как наши футболисты. Лежит на поле наш игрок. Надо выбивать мяч за пределы. Страдает. Так, посмотрел, что там получается. Семшову больно. Ну, а пока что, вот видите, удар по воротам. И не успел даже нырнуть за мячом Игорь Акинфеев. Вот. Ну, добавляет сейчас, конечно, арбитр. Уже добавленное время и плюс еще чуть-чуть накинет. Так, 2-0. Штанга. По нашим воротам. Вот, смотрите, с какого расстояния. И Игорь Акинфеев не среагировал. Мне это сразу как-то, честно говоря, не понравилось. Может быть, момента удара я не видел. Потому что, вот, я чувствую, два защитника были перед ним там в момент удара. Но, как бы то ни было, есть интуиция. Есть нечто автоматическое в действиях голкипера любого. И среагировать бы надо было. Хотя ударчик получился приличным. Если бы в створ четко мимо штанги, то гол бы, несомненно. А тут штанга. Но я никогда не употребляю выражение о том, что штанга выручила. Что она выручила, кого я так и не знаю. Вокровенно говоря. Это же удар мимо, раз не попал в створ и не забил. Слава Богу, что это так. И конец игры. Итак, наша команда победила со счетом 2-0. Набрала 9 очков. Разница забитых и пропущенных мячей 8-3. Четыре игры сыграно. Остается вот на этом этапе еще встреча с Лихтенштейном на поле. Значит, команды из Лихтенштейна в городе Батуце 1 апреля. Ну что ж. Все по делу. Но прибавлять в игре, с моей точки зрения, надо. А может быть только соперник позволил так играть. И не надо больше было стараться. Может быть и так. Но все-таки мы хотим большего. Мы и вот эта колоссальная аудитория на стадионе в Лужниках. Я ей с вашего разрешения аплодирую тем, кто собрался на этом стадионе в эту сегодняшнюю пору года. И поддержали нашу команду. Мы молодцы, что наши выиграли. Спасибо всем за внимание и до свидания.